Явка довольно высокая. На 13 часов на 6 избирательных участках, которые открыты на территории Натвейской Республики, проголосовало 10,5 тысяч избирателей. Плюс, надо иметь в виду, что у нас проголосовало на выездном досрочном голосовании 3 тысячи избирателей. Итого получается, если сложить вместе, 13,5 тысяч. Это уже больше, чем на выборах президента России 4 года назад. Тогда было около 13 тысяч. И выше, чем явка на выборы Думы? Нет, активность будет выше, чем на выборах в Госдуму, потому что на выборах в Госдуму 4 декабря прошлого года проголосовало всего 15,5 тысяч. На 13 часов сейчас проголосовало, с учетом досрочного голосования, 13,5 тысяч. Наиболее активное идет голосование в Доме Москвы. Там проголосовало на 13 часов 2220 человек. В посольстве, в консульском отделе примерно 1850. Меньше всего проголосовало в отделе социального обеспечения, в консульском отделе. Там где-то порядка 900 человек. Наши генеральные консульства, которые и Лиепая, и Далгалпиус, они тоже примерно на уровне, как и в посольстве Российской Федерации. То есть порядка 1850 человек проголосовало и в Лиепае, и в Далгалпиусе. Ну, надо отметить, что, наверное, наши меры, которые мы приняли в соответствии с пожеланиями избирателей, которые нам высказывали на выборах 4 декабря, оказались совершенно своевременными и совершенно правильными. А меры, вы знаете, первое, мы перешли на бумажное голосование. Оно быстрее позволяет проводить процесс голосования. И в результате, вы видите, даже здесь, где довольно много было людей, особенно до 12 часов, практически очереди все равно не было. Аналогично и в Доме Москвы, где 2220 проголосовало. Второе, что мы сделали, мы открыли дополнительный участок здесь, в Риге, Дом Москвы. И он сейчас сделал на себя очень значительную нагрузку для того, чтобы не было больших очередей. Третье, что мы сделали, мы сделали то, что провели, расширили досрочное голосование в различных регионах Утфийской республики. Поэтому, в отличие от выборов депутатов Госдумы, в досрочном голосовании приняло участие не 2000 человек, как было 4 декабря, а 3000, даже чуть побольше. Ну и кроме этого, мы еще мобилизовали всех, кто у нас работает в посольстве, и даже еще попросили помощи из Министерства иностранного дела России. И поэтому у нас командированы сюда люди специально для работы в участковых избирательных комиссиях. Потому что в комиссии может работать только гражданин Российской Федерации, не имеющий вида нажительства. Вот это обстоятельство нас заставило мобилизовать все свои силы и даже просить помощи у Москвы. Она откликлась на эту помощь. Ну и очень серьезная была тоже информационная кампания. Вы знаете, различные средства массовой информации, это и рекламные разные приглашения, извещения о голосовании. Это выступление в форме интервью. Все это позволило, наряду с хорошей погодой, которая сегодня вам сопутствует, иметь довольно высокую активность избирателей, граждан России, проживающих на территории Латвийской Федерации. Не будем вам мешать проезжать с гражданин Российской Федерации. У меня есть один вопрос. Скажите, как вы комментируете, когда приходит очень много сообщений о возможных решениях, например, Лига избирателей пишет, что в Москве на определенном участке выставили наблюдателя с участка и идет массовый вброс вбротения. Мне сложно комментировать, что происходит в Москве, находясь здесь в Риге за 900 километров. Как вы видите, в Риге, на всех шести избирательных участках Латвии нет ни одного замечания, ни одного нарекания, в том числе со стороны наблюдателей, которые работают здесь. Здесь у нас работает представитель отбровок, в этом избирательном участке. Если говорить про консульский отдел, там и работает представитель Зюганва. А в Москве надо разбираться с этим конкретным случаем, потому что иногда выдается страшное событие, а потом, когда начинает разбираться, на самом деле, это многое не подтверждается. Поэтому я надеюсь, что там контроль будет очень жесткий, контроль со стороны наблюдателей от разных кандидатов, от разных партий и от средств массовой информации. И каждый случай, и каждое нарушение будет не только проверено, не пресечено, но еще и наказано. Но вы доверяете Центризбиркома России? Понимаете, Центризбирком России высоко сидит и далеко глядит. А работают конкретные 95 тысяч участковых избирательных комиссий, в которых работают в период человека. Поручиться за всех, за них, 100%, конечно, я не могу, как и, наверное, Центризбиркома России. Но тот контроль, который явно ужесточился на этих выборах, я думаю, что он позволит избежать серьезных нарушений. Господин Чуров, мне кажется, в декабре заявлял, что нарушения были фальсификации, снятые на конспиративных квартирах еще до выборов. Вы согласны с такой позицией? И возможно ли на этих же выборах какие-то подложные... Я этот фрагмент комментировал следующим образом. Исключать того, что могут быть сознательные снятия кино в искусственных условиях, нельзя исключать такое. С этим надо разбираться. Но сводить все нарушения, которые фиксировались при помощи видеокамер на прошлых выборах только к таким снимателям кино, это будет не объективно. Скажите, а почему, как вам кажется, сотни тысяч людей выступают против нынешней власти, против этих выборов? Вот сегодня уже планируется пикет. Ну не знаю, в Латвии никто не выступает. Спросите, пожалуйста, у избирателей, с каким настроением они сюда пришли. Поэтому мне сложно говорить то, что происходит сейчас в России. Но то, что общество взрослеет и становится более требовательным к власти, это факт. И то, что были нарушения, которые, естественно, это общество очень раздражает, и общество принимать их не может, и простить их не может, это тоже факт. В Латвии вы гарантируете честность проведения выборов? Я думаю, что то, что здесь происходит, не вызывает никаких нареканий ни у одного из представителей средств массовой информации, которые имеют возможность быть на каждом избирательном участке, ни у тех наблюдателей, которые работают на избирательных участках в Латвии. Еще раз говорю, в Латвии 6 избирательных участков на 13 часов сегодня проголосовало, с учетом досрочного голосования, 13,5 тысяч граждан Российской Федерации. Это уже больше, чем на выборах президента России 4 года назад. Но, как вы видите, активность избирателей продолжается, поэтому я думаю, что 17 тысячи более проголосовавших, это реальная цифра, которую можно ожидать в президенте голосования сегодня. И когда будут известны предварительные результаты? Результаты будут известны, если говорить про явку, то сразу после закрытия участков, они закроются в 20.00. Если говорить про результаты, на подсчет, наверное, будет уходить примерно на каждом из участков здесь, в Латвии, ну часа два. Поэтому после 22 часов, если вас будет представлять интерес, вы можете обращаться к комиссии, ко мне непосредственно. И я, если буду обладать какими-то цифрами, естественно, вас назову. Кроме этого, мы все копии протоколов участковых избирательных комиссий вывесим в сети интернет на нашем сайте. Но это будет завтра с утра уже. А почему такой низкий интерес наблюдательских? Только один наблюдатель на этом участке и еще один наблюдатель на участке в конкурсе? А в Москве нет ни одного наблюдателя? Наверное, это можно объяснить следующее. Во-первых, у кандидатов сил не хватает направить наблюдателей по всему миру. Это дорогое удовольствие. Второе, я полагаю, что то, что здесь не было никаких акцессов на прошлых выборах, это тоже определенный элемент доверия. Потому что нет смысла сюда тратить силы и энергию на проверку. Здесь и так работает все без укоризма. Считаете ли вы, что это элемент доверия лично к вам, как к опытному организатору выборов? По крайней мере, можно считать и так. Скажите, а можно еще один вопрос? Вот вам здесь, в качестве поставки, хочется организовывать выборы. А вам приятно отстряхнуть старинами? Ну, я еще не такой старый, но отстряхнуть молодость вполне приятно. А самому вам было сложно сделать выбор? Вы уже проголосовали сами? Сейчас пойду проголосовать. Ну, вы доверитесь? Конечно. Конечно. Не разговаривайте нам? Нет. Я полагаю, что я придерживаюсь этой линии, когда работал председателем Центра избиркома, чтобы не давить ни на кого. Ну и как посол России я тоже не давлю ни на кого, тем более в день голосования, когда всякая агитация запрещена. Как вы считаете, перемены, которых требуют протестующие здесь напротив посольства, насколько я знаю, тоже все-таки были небольшие протесты, они будут? Ну, я не знаю, будут они или не будут, но то, что они, вы правильно отметили, абсолютно небольшие, это значит, что с теми лозунгами, которые они выходят сюда, здесь они поддержки у граждан России, которые являются избирателями, сегодня, которые голосуют, не находят. Потому что эта тема для Латвии, для граждан, проживающих в России в Латвии, не актуальна. Ну, а в самой России будут перемены, которые требуют народу? Обязательно будут. Я уже сказал, давая интервью на прошлой неделе, на этой, собственно говоря, неделе, которая заканчивается, над коллегой о том, что нас ждет весна, потому что весна действительно наступила, как вы чувствуете на улице, и весна политическая тоже. Вы знаете о том, что уже внесены ряд законопроектов, которые серьезно изменяют политическую систему России в сторону демократического его развития. Это и возвращение выборов губернаторов, это и облегчение порядка регистрации партий, это и облегчение порядка регистрации кандидатов на все уровни выборов, в том числе и президента. Так что политическая весна впереди. А как вы думаете, на выбор граждан России, проживающих в Латвии, больше влияют реалии российские или латвийские? Я думаю, что все влияет, потому что человек живет здесь, в конкретной среде, у него есть соответствующее представление о том, какая должна быть Россия, какой должен быть руководитель России в лице президента. Кроме этого, у него есть возможность смотреть здесь средства массовой информации, и латвийские, и российские, и это все дает ему возможность сделать соответствующий вывод и выбор здесь, на выборах. Спасибо большое. Спасибо. Залог, кстати. А там есть ключики, да?